Всем привет! Сегодня я для вас снимаю свой самый любимый формат видео, а именно мы с вами будем делать макияж новинками косметики. Какая-то из этой косметики прям новинки-новинки, это то, что вот буквально недавно вышло на рынок, а что-то уже, может быть, не настолько новинка, но это новинка для меня. И сразу вам сделаю спойлер по классике, в этом видео будут обалденные находки, вот несколько продуктов, вот прям муа! И также не знаю, насколько это сейчас заметно по моему макияжу, вот так вот общим планом, но будет здесь и один конкретный провал, который я абсолютно никому не хочу советовать. Поэтому нас сегодня с вами ждут такие прям американские горки, круто-не круто, круто-не круто, и давайте приступать! В качестве базы по тени я сегодня буду использовать новый консилер от Maybelline. Это линейка Super Stay, стойкость 24 часа. У них достаточно давно уже вышла тональная основа из этой линейки, обновленная. Сейчас вот они еще выпустили консилер. У меня это оттенок Light 15. А макияж глаз мы сегодня с вами будем делать новой палеткой для меня, но это не новая палетка на рынке. И это палетка тоже от Maybelline из линейки The City Mini Palette. У меня это конкретно палетка 400 Rooftop Bronzes. Вообще, обычно я не большой фанат вот таких вот маленьких палеток, тем более, если на нее посмотреть, здесь нет ни одного матового оттенка. И сначала я сомневалась, нужна ли мне вообще в принципе эта палетка, потому что хоть она и красивая, и это на 100% моя гамма, это то, что я обожаю больше всего в макияже, я вот думала, насколько реалистично с ее помощью делать макияж. Ну, в общем-то, я решила все-таки ее заказать и потестировать, и я совершенно не разочаровалась в этой палетке. Хоть действительно это в основном металлики, но они как-то работают. Вот я только исключительно с помощью этой палетки делала уже несколько макияжей, я не подключала ничего дополнительно для того, чтобы делать макияж. И мне нравится результат. Результат всегда получается очень такой вечерний, нарядный, с ноткой какой-то сексуальности. В общем-то, мне очень понравилась эта палетка. И мне кажется, что больше всего такие палетки выигрывают как раз-таки в каких-то плавных, мягких, растушеванных смоке. Тогда это лучше всего смотрится. То есть, когда пытаешься сделать что-то другое, возможно, эта палетка немножко проигрывает. Но вот именно для такого типа макияжа она работает отлично. Поэтому давайте приступать, сейчас что-то с вами придумаем. Я начну с вот этого вот оттенка и буду наносить его на все подвижное веко. При этом кисть я не смачивала, то есть вот как есть, так и переношу на веко. И как видите, в пигментации не страдает эта палетка. Очень насыщенно тени переносятся. Они по своей текстуре очень масляные. Такое впечатление, что это даже что-то среднее между кремовыми и сухими текстурами. Теперь возьму чистую растушевочную кисть и просто пройдусь по границам. И что мне нравится в таких текстурах, в отличие от матовых, они еще проще растушевываются. Потому что они лучше скользят по веку. То есть, вы видите, да, пару раз махнула кистью, у меня уже плавный переход образовался. Теперь я возьму вот этот вот оттенок потемнее и с помощью той же плоской кисти буду наносить во внешний уголок глаза и затемнять его. И как видите, у меня сейчас достаточно четкая граница образовалась. Но я снова беру растушевочную кисть, вообще ничего не наношу, никакие тени. Просто растушевываю вот эту вот границу. И вот опять-таки, посмотрите, буквально несколько движений этой кисти и тени растушевались. И уже практически вот с макияем у меня готов. Снова та же плоская кисть. И теперь я буду брать вот этот вот золотой оттенок и наносить его во внутренний уголок глаза. И вот я хочу, чтобы вы сейчас обратили тоже внимание, насколько мягко все эти оттенки между собой сочетаются. Нет такого, что вот здесь вот видно конкретно темное пятно, здесь вот супер яркий там металлический, например, золотой, тут бронзовый. Они все как будто идеально между собой растушевываются и создают такие вот как нюансы цветовые. Но все же во внутреннем уголке я хочу добавить большее свечение. Поэтому я с помощью влажной небольшой вот такой вот кисти буду наносить вот этот вот оттенок. И, кстати, здесь есть еще вот этот достаточно светлый, но вот этот оттенок полупрозрачный. Такое впечатление, что это своего рода как украшалка. Скорее этот оттенок добавляет такую мелкую россыпь блесток, но не конкретный какой-то оттенок. Как по мне, так красота. Влажная кисть, конечно, усиливает эффект. Поэтому, если хотите добиться металлического эффекта от этих теней, тогда нужно наносить влажным способом. Теперь во внешний уголок глаза я хочу добавить растушеванную стрелочку. Вернее, как? Я просто хочу сделать базу темно-коричневым карандашом. И потом сверху на эту базу мы с вами положим самый темный оттенок из палетки. И таким образом, как немножко вытянем, такие как кошачьи глаза сделаем. И карандаш я буду использовать, кстати говоря, тоже от Maybelline, спонсор сегодняшнего видео Maybelline. Шучу, на самом деле, нет. Хотя я была бы не против, поэтому Maybelline я жду звонка. Ну и вот что-то подобное я хотела получить. Опять-таки, хотя это достаточно темный оттенок, посмотрите, как он гармонично смотрится вместе с остальными оттенками из этой палетки. Вот подбор оттенков здесь просто великолепный. Я редко это говорю, но действительно такая маленькая палетка и настолько круто это работает и хорошо сочетается. На этом, я думаю, с верхним веком мы можем остановиться. Сейчас я быстро очищу то, что у меня осыпалось. Как видите, осыпаются эти тени. Но меня это абсолютно никак не отталкивает от этой палетки, потому что я именно из-за этого всегда делаю макияж глаз первым, а потом делаю макияж лица. Поэтому я сейчас легко могу это все очистить и будем с вами двигаться дальше. На нижнее веко буду наносить тот же консилер Maybelline. И вот, кстати, в качестве консилера это не мой фаворит, потому что, ну, сушит он мне зону под глазами и в конце дня выглядит тоже достаточно некрасиво. Он трескается, у меня западают морщины. В общем-то, не мой фаворит, скажем так. Я люблю все-таки что-то гораздо более увлажняющее для зоны под глазами. Но, тем не менее, продемонстрирую вам его сейчас в макияже, чтобы вы тоже посмотрели. Покрытие у него достаточно неплохое. Вот я бы сказала, среднее, может быть, чуть выше даже среднего. То есть какие-то серьезные темные круги под глазами он не перекроет. Но в то же время с такими посредственными справится на отлично. А на нижнее веко с помощью, опять-таки, вот этой плоской кисти я нанесу вот этот оттенок и вот этот. Наверное, вот этот ближе к внешнему уголку глаза буду наносить, а вот этот практически по всему нижнему веку. Как видите, глаза с этой палеткой получаются такими тонными и сексуальными. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. И мне это, конечно, безумно нравится. Если вам нравятся бронзово-золотистые смоки, я очень советую вам обратить на нее внимание. Я уже тоже нанесла тональную основу и немножко скульптора на лицо. И мы с вами готовы двигаться дальше. У меня для вас есть новая палетка от Bourjois, которая называется по-французски. И я не буду пытаться это прочитать. Но по-английски здесь написано Highlighting Palette. То есть палетка хайлайтеров. У меня это номер один. По-моему, она всего одна-единственная. Но, тем не менее, здесь указано номер один. Может, потом они будут выпускать что-то еще. Палетка выглядит вот так вот. И, честно говоря, как только я ее увидела, я подумала, что мне срочно это нужно, потому что я хотела сравнить это с палеткой от Hourglass. Мне показалось, что это вот прям прямой закос под палетку Hourglass. То есть это такие, как финишные пудры с какой-то стороны, но в то же время не матовые, а вот с таким вот эффектом свечения кожи. Вот Hourglass, на мой взгляд, делает идеальную формулу. Именно вот такой вот пудры с эффектом свечения. Но когда я увидела эту палетку вживую и начала ее пользоваться, я поняла, что это все-таки две большие разницы. Проблема конкретно вот этой палетки в том, что в каждом оттенке присутствуют видимые блестки. Тогда, когда в палетке Hourglass их абсолютно нет. То есть вы не увидите здесь ни одной блесточки. Это просто именно такой дорогой сатин. Здесь же я пыталась вот этот оттенок наносить как Hourglass пудру. И при этом, да, появилось такое, как свечение на лице, но видно было конкретные блестки. Еще, кстати, по внешнему виду мне это напоминает палетку от Charlotte Tilbury. Вот там может быть чуть-чуть ближе, потому что у нее, насколько я помню, это тоже палетка исключительно хайлайтеров. Я сегодня хочу использовать и вот этот бронзер. Я уже нанесла скульптор, но так как у нас глаза такие бронзовые и совсем не матовые, мне кажется, и на лице вот этот оттенок будет тоже хорошо смотреться. Ну и также нанесем с вами и румяна, и какой-то из хайлайтеров. Посмотрим, какой будет лучше подходить. Начну с этого бронзового оттенка, который называется Dark Chocolate. Вообще исключительно как бронзер я бы не советовала его использовать, потому что, ну, во-первых, он шиммерный немножко, и даже не немножко, а множко. В моих глазах это действительно что-то типа топера, вот такого вот поверх уже существующего бронзера, или поверх скульптора вашего. Теперь возьму вот эти вот румяшки и закончу все это дело нанесением вот этого хайлайтера. Ну, что я здесь могу сказать в заключении? Знаете, палетка неплохая, но, на мой взгляд, дороговастенькая она стоит, как за то, что вы получаете. Кстати, здесь еще такой дизайн тоже, она открывается, и здесь есть зеркало, и также инструкции, как пользоваться каждым из этих продуктов. Не знаю, мне кажется, она должна, ну, хотя бы на треть стоить дешевле, тогда бы я ее с чистой совестью могла бы рекомендовать. А так, смотрите сами, насколько просто для вас такой продукт актуален в целом. Теперь самое время заняться бровями, и для бровей у меня есть просто два супер-бомбовых продукта. Первый из них это карандаш от Debalm, он называется Ferocious Brow Pencil. Насколько я поняла, это новинка, тоже не знаю, насколько прям супер-свежая, но в то же время недавно, по-моему, Debalm выпустили этот карандаш. Это, казалось бы, обычный такой вот маленький тоненький карандашик, которых полно уже в каждом бренде. С другой стороны щеточка, оттенок я себе взяла Dark Brown. Но вот чем мне зашел этот карандаш в последнее время, это тем, что он сейчас идеально просто подходит под мои брови. Карандаш сам по себе очень классный. Вы знаете, что мой самый любимый был карандаш от Colourpop, тоже оттенок Dark Brown. Но вот этот мне сейчас нравится абсолютно точно так же, как Colourpop по качеству, но при этом оттенок лучше мне сейчас подходит, потому что Colourpop немножко более теплый и немножко более явно такой как бы коричневый. А вот этот более именно серо-коричневый и холодный. И, кстати, что приятно, стоит этот карандаш не так уже и дорого. Конечно, можно найти и дешевле такие карандаши тонкие, но в то же время, учитывая, что Debalm это middle market, такой хороший middle, который стоит обычно совсем недешево, вот этот карандаш все-таки не стоит каких-то сумасшедших денег. И если вы ищете холодный коричневый оттенок, то я вам очень советую к нему присмотреться. Оттенок, на мой взгляд, очень удачный. Блин, по-моему, просто супер-пупер. И теперь я дополню это все вторым бомбовым продуктом, который также мне в первую очередь понравился своим оттенком. И, кстати, этот бренд продолжает меня очень приятно удивлять. Вот что не пробует этого бренда, реально классные продукты. Хотя об этом бренде как будто все забыли на YouTube. Короче говоря, это гель для бровей от Art Deco, который называется Brow Filler. И оттенок у меня номер 6 Soft Brunette. Опять-таки, в первую очередь, меня больше всего впечатляет этот гель своим оттенком. Вообще, когда я только вот достала щеточку из тюбика, я смотрю, и мне это напоминает даже какой-то оттенок для блондинок. Он такой, знаете, как грязная лата или такой вот серо-коричневый оттенок. Но при этом на бровях, как мне кажется, выглядит очень классно. А еще он такой вот суховатый по текстуре, и у него тоже есть мелкая фибра в составе, которая как бы делает брови более пушистыми. Но из-за того, что он сухой, этот продукт не пачкает века, а вот он именно просто делает брови более пушистыми, такими как всклокоченными. Не знаю, как вам, но мне очень нравится сейчас вот эта комбо. И вот очень быстро вот эти два продукта в последнее время сменили мои текущие фавориты. У нас с вами остались только губы, и вот я сейчас смотрю на себя в зеркало, на свой макияж, и боюсь, что оттенок помады, который у меня есть, не совсем подойдет. Ну ладно, мы с вами этот момент упустим. В общем-то, я заказала новую помаду от L'Oreal из линейки Les Macarons, и оттенок я решила в кое-то веке взять не нюд. Хотя на самом деле мне здесь нюд, наверное, подошел бы лучше. В общем-то, это оттенок 824 Гуава Гаш. Я, к сожалению, не могу себя причислить к адептам вот этой вот формулы помады. Я знаю, что очень многие любят шоколадную версию от L'Oreal, и вот это тоже очень многим нравится, потому что это как бы суперстойкая матовая помада, которую содрать вообще ничем нельзя. И здесь я согласна. Действительно, она когда высыхает на губах, то ее смыть очень сложно. Вот что бы вы ни использовали, вам 100% будет сложно смыть ее с губ. И, соответственно, держится она тоже достаточно стойко. Может, вы держите прием пищи, и если вы что-то будете пить, то, в принципе, она достаточно неплохо держится. Но при этом, лично для меня, у нее есть огромный минус, и он заключается в том, что, во-первых, она очень муссовая, плотная, и после ее нанесения нужно сидеть и ждать, не смыкать губы, а вот именно сидеть и ждать, пока она высохнет. Если вы нанесете по классике, а потом сомкнете губы для того, чтобы распределить все по верхней и нижней губе, то у вас получатся проплешины по губам, ну, по крайней мере, у меня вот так вот случается каждый раз. Если смыкать губы, вот она формирует какие-то проплешины, и в то же время она очень сухо ощущается на губах, и еще она остается немножко липковатой. Вот. Блин! Вот то, о чем я говорила. Я сделала ошибку и сделала вот так. И сейчас я хочу показать, как выглядят мои губы. В общем-то, как вы поняли, эта помада мне абсолютно не нравится, и поэтому сторону L'Oréal лично я больше смотреть не буду. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, не забудьте ему поставить палец вверх. Также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. Они не менее интересные, чем это. А если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. И так далее. И так далее. Субтитры создавал DimaTorzok